Продолжение следует... Про процесс оказания медицинской помощи онкологическому пациенту, потому что здесь данная тематика приобретает особую деликатность и требует определенного подхода со стороны медицинских работников, в том числе с учетом этических требований. Но тут надо учитывать в том числе и правоприменительную практику, и позицию законодателя, и позицию правоприменителя, чтобы с одной стороны были соблюдены и этические требования, и правовые требования, и при этом не был причинен вред пациенту. И вот говоря про вред, я хотела бы сказать, то есть говоря вообще о правах пациента и в частности о праве пациента на информацию, необходимо говорить о том, почему сейчас мы говорим об этом несколько по-иному. То есть вот на протяжении многих лет, даже многих веков, еще со времен Гиппократа считалось, что врач он знает, он обладает медицинскими знаниями, он обладает умением лечить пациента. А пациент, будучи лицом, который не осведомлен такой сложной медицинской науки и не понимающим, что с ним происходит и как ему можно помочь, он, в общем-то, и не должен об этом знать, ему не надо об этом рассказывать. Более того, говоря ему об этом, можно причинить ему вред, и сам Гиппократ еще говорил, и вот его последователи говорили о том, что не надо давать пациенту информацию о его состоянии здоровья, если эта информация негативная, потому что это может отразиться довольно плохо на процессе лечения, на результатах лечения. То есть психологический фон надо было учитывать, это считалось одной из составляющих лечебного процесса. Тем не менее, сейчас мы живем несколько иное время, и несколько по-другому общественное сознание уже воспринимает то, какие должны быть подходы и какие должны быть требования. И здесь я хотела бы вот такой небольшой момент осветить, откуда началось. Наверное, истоки идут еще к генетологической теории Канта, которая говорила о том, что каждый человек обладает внутренним достоинством, в каком бы состоянии, даже находясь в беспомощном состоянии, он таким достоинством обладает. И, соответственно, вот развитие этой теории уже получило свое притворение в формировании основного биомедицинского этического принципа, это принцип автономии личности. То есть сам пациент, каким бы он ни был бы, в каком бы он состоянии и находился, насколько бы он понимал или не понимал, что такое медицинская наука, какие возможности медицинского лечения, он обладает правом на то, чтобы получить информацию о том, что с ним происходит, как его можно лечить и какие возможные результаты, какой возможен прогноз. И важно, что он не только обладает правом на то, чтобы пассивно получить эту информацию, но у него есть право на то, чтобы на основе этой информации, которую врач-медик обязан преподнести ему в доступной для него форме и все ему разъяснить, принять уже решение. И это решение только пациент может принять. Это должно быть решение рациональное. И только пациент может знать для себя, что для него лучше правильно, как он должен лечиться, должен ли он лечиться, хочет ли он лечиться. И здесь, безусловно, разные есть составляющие, почему это сейчас расценивается так. То есть понятно, что здесь также и необходимость для пациента каким-то образом организовать свой образ жизни, организовать, даже если у него какой-то негативный прогноз, все последние месяцы или годы, которые ему остались, он должен их организовать, он должен дать соответствующее распоряжение на тот момент, когда он уже уйдёт из этой жизни. То есть эту информацию он должен обладать. Но, естественно, основополагающий всё равно здесь то, что он, зная о состоянии своего здоровья и о возможных методах лечения и о предполагаемых результатах, он должен сам для себя решить, и врач должен принять это решение о том, как он хочет лечиться. То есть он должен понимать и относительно своего качества жизни, и продолжительности жизни. А врач должен принять, согласиться с решением пациента, но при этом на врача возлагается довольно сложная для реализации обязанность пациенту донести эту информацию. И такие вот процессы, они происходят и у нас, и происходят и за рубежом, и даже в методах юристиции сейчас, в частности, даже бюджетных системах здравоохранения, таких как Великобритания или Италия, сейчас даже предусматривается и закладывается во время приёма и общения с врачом 15-20 минут на информирование. Причём информирование – это должен быть постоянный продолжающийся процесс. То есть считается, что недостаточно один раз пояснить пациенту, у вас такой диагноз, у вас, возможно, такие способы лечения, пациент что-то выбирает, но этот процесс, он должен быть постоянным. То есть всё время что-то меняется, и пациенту надо об этом говорить. меняется его состояние здоровья, меняются какие-то показания или противопоказания для лечения, появляются новые возможности, появляются новые возможности стороны и технического обеспечения, и медицинской науки. Безусловно, это всё надо пациенту рассказывать. Соответственно, законодателям, то есть есть когда какие-то есть требования к правилам поведения, в том числе и правилам поведения о профессиональном сообществе, если эти правила поведения расцениваются государством настолько важные, что они должны в том числе гарантироваться государством и подкрепляться юридическими инструментами, в том числе инструментами, принуждающими соблюдать эти правила, тогда законодатель эти правила формализует в нормативно-правовых актах. И вот федеральный закон, это очень важный нормативно-правовой акт 323, федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, статья 22 как раз говорит о праве на информацию. И здесь конкретизируется, какая именно информация, какую именно информацию следует передавать пациенту, какую информацию он имеет право получить, и, соответственно, врач, медицинский работник обязан эту информацию передать. И здесь нету и-или. То есть все вот эти вот сведения, которые указаны в части 1 статьи 22, 323 федерального закона, все эти сведения, пациент имеет право на получение этих сведений, чтобы потом на основе оболоченной информации принять рациональное для себя решение. И обратите внимание, что информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично врачом или другими медицинскими работниками, которые принимают непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. То есть это не могут быть какие-то иные лица, это должны быть именно те врачи, которые занимаются обследованием и лечением данного пациента. Важный момент, и он в какой-то степени балансирует те действительно сложности, которые возникают при общении с онкологическим пациентом, это часть 3 статьи 22, где говорится о том, что информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его боли. Но это не означает предоставлять, либо не предоставлять. Возможно, речь может идти о дозированном предоставлении информации, то есть не сразу же ему все выкладывать, но есть очень много наработок, есть очень много различных научных работ, где пишется о том, как надо излагать информацию, как постепенно готовить пациента, онкологического пациента готовить, как ему эту информацию излагать. И также важно, обращая внимание, что в этой статье указывается о том, что информация должна сообщаться в деликатной форме, и она должна сообщаться гражданину или... Ну, тут тоже надо определить... Внимание должно быть также уделено тому, что здесь разделительный союз или... То есть предполагается, я так понимаю, что законодатель в данном случае может трактовать это и так, что законодатель говорит либо самому субъекту данных пациенту, либо его супругу-супруге, либо близким родственникам, и здесь перечислены те, кто считается данными родственниками. Хотя вот здесь вот такой правоприменительной практики нет, но, по-видимому, все-таки статью в данном случае надо считать именно таким образом. И здесь говорится о том, что можно передавать информацию этим лицам, которые указаны в части третьей данной статьи, если пациент не запретил сообщать им об этом. То есть должен быть тогда выраженный отказ, запрет пациента, но при этом речь идет именно о случаях неблагоприятного прогноза. То есть вот только в таком случае действуют такие вот нормативные положения. И статья 20 говорит про информирование на добровольные согласия, которое является необходимым предварительным условием. Властите внимания, что должно быть в информированном согласии. Вот все то, что пациент имеет право на информацию, все это должно задержаться в информированном согласии. И из этого информированного согласия должно следовать, что пациент эту информацию получил, понял, и на основе этой информации он уже принял для себя решение и дал согласие на определенное медицинское вмешательство. Список случаев, когда информация может не передаваться, информированное согласие не требуется, он перечислен в данной статье, и он является исчерпывающим. Форма важна, потому что здесь она в части 7 указывается как форма письменная. Соответственно, есть и правоприменительная практика. В частности, вот, например, я привожу цитату из судебного акта, где говорится о том, что хотя врач и говорил, что он полностью информировал своего пациента, но, тем не менее, письменная форма не была соблюдена, и суд это расценил как то, что нельзя говорить о том, что было информирование пациента, и его согласие было получено. То есть должно быть в письменной форме. Но что касается письменной формы, есть отдельные нормативно-правовые акты, которые предусматривают форму согласия, но далеко не для всех медицинских вмешательств такая форма существует. Соответственно, в большинстве случаев медицинская организация будет сама разрабатывать эту форму. И вот здесь вот такой момент довольно сложный и критичный. Опять-таки, меняются подходы, в том числе подходы судов. Я говорю в первую очередь о подходах судов, ну, в силу своего тоже и профессионального взгляда. И правоприменитель, суд считает, что информация, то есть если подписывает пациент просто стандартную форму, из этой формы не следует, чтобы пациент действительно был информирован с учетом его уровня образования, его возможности понимания, то можно говорить о том, что имеется порог содержания, то есть информирования как такового не было. И, ну, к сожалению, время мне не позволит, но я могла бы привести довольно много примеров из правоприменительной практики и те примеры, которые, вот я знаю лично, когда суды обращают внимание на содержание этого бланка информированного согласия, который пациент подписал. И вот хотела бы для примера привести также довольно любопытное определение Верховного суда. Здесь у вас было дело такое. Медицинская организация, была проведена в ней медико-экономическая экспедиция, страховой медицинской организации, затем была проведена реэксперсиза территориальным фондом и были выливаны дефекты в оформлении периодичной медицинской документации. В частности, в информированных согласиях отсутствовали указания на медицинские вмешательства, и эксперты сказали о том, что информированных согласий как таковых нет, хотя сами бланки информированных согласий, они были везде, вот хранились в медицинской документации, как это полагается. Безусловно, медицинская организация с ними не согласилась. Она сказала, что неуказание в информированном согласии и сведении о медицинском вмешательстве не может приравниться к тому, что такое согласие как таковое отсутствует. И медицинская организация обратилась в арбитражный суд, но суды первой и второй инстанции согласились с заключением экспертов и отказали медицинской организации, которая обратилась в последующем с касационной жалобой. И вот здесь мы видим выдержки на этом слайде, это уже судебный акт определения Верховного суда. Верховный суд отказал в передаче касационной жалобы для судебного рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам ввиду того, что Верховный суд опять-таки отметил, что единая форма информированного согласия на большинстве случаев она не утверждена, соответственно, должна разрабатываться. А если в этой форме отсутствуют сведения, которые будут детализированы, индивидуализированы, говорить именно о конкретном медицинском вмешательстве, тогда, соответственно, говорить о том, что было информирование, информированное согласие не представляется возможным. То есть хотя бланки формально были вложены, информированного согласия как такового нет. Еще буквально о двух словах некоторые нормативные акты, которые я хотела бы привести, потому что они могут быть важны именно при оказании медицинской помощи онкологическим пациентам. В частности, необходимость и предусмотрена форма добровольного информированного согласия при проведении медицинской помощи в рамках клинической апробации. И также приказ Минздравсоцразвития о порядке применения лекарственных средств у больных по жизненным показаниям. Также говорится в этом приказе о том, что в пункте третьем говорится о том, что могут использоваться также лекарственные средства, которые не зарегистрированы. Но перед началом применения таких средств врач должен проинформировать об этих средствах, об ожидаемой эффективности, о степени риска для пациенток, о взаимодействии с другими лекарственными препаратами. И, возможно, применение этих лекарственных средств только после получения добровольного письменного согласия пациента. Ну и логичным продолжением будет все-таки несколько, всегда это актуально, то, что касается вопросов уголовной ответственности. Здесь также информированное согласие, оно может иметь определенное значение. Дело в том, что врачи, в частности врачи-энстезиологи, ренематологи, врачи-онкологи, они могут действовать также в условиях крайней необходимости обоснованного риска. Вот обоснованный риск – это обстоятельство, которое исключает от наступления уголовной ответственности. Но для того, чтобы было исключено наступление уголовной ответственности даже в том случае, если был причинен вред жизни или вред здоровью пациента, должны быть соблюдены все условия обоснованного риска, к которым относятся, в частности, достижение общественно полезной цели, невозможность достигнуть этой цели другими средствами, которые не спряжены с риском. Кроме того, врачи, они должны предусмотреть все возможные меры, мероприятия для того, чтобы минимизировать наступление тех рисков, которые могут наступить. Но и говоря о медицинской практике, именно о медицинском лечении, конечно, надо сказать о том, что в данном случае пациент должен быть информирован, о том, что действия имеют определенный характер, сопряженные с риском, зачем это проводится, какие возможны альтернативные варианты, какие будут последствия, если это не проводить, либо если это проводить. И согласие должно носить рациональный характер. Кроме того, хотела бы напомнить о том, что само по себе информированное согласие, даже если оно информированное, даже если оно рациональное, оно не может являться полной интеллигенцией для медицинского работника. В частности, если пациент просит или дает согласие на проведение определенных мероприятий, которые запрещены действующими нормативно-правовыми актами, либо они направлены на достижение противоправной цели, то, тем не менее, все равно, даже если врач делает это по просьбе или согласие пациента, это будет основанием наступления уголовной ответственности. Но, в частности, классические примеры, понятно, что, в первую очередь, мы говорим здесь, например, об автаназии. И последнее, что я хотела бы сказать, это отказ от медицинской помощи. Вот из того, что я говорила, я думаю, что уже понятно, что пациент, он имеет право отказаться, даже если медицинская помощь ему необходима, даже если последствия отказа будут самые неблагоприятные. Но условия к отказу, они ставятся такие же, как и к согласию. Отказ должен быть добровольный, то есть врач должен минимизировать все возможные факторы, которые могут давлеть над пациентом, влиять на волю пациента. А к таким факторам может относиться в определенных случаях, в том числе и состояние пациента. Например, пациент испытывает сильнейшие боли, либо какие-то другие факторы, в том числе это может быть воздействие и родственников, и воздействие сослужиться. То есть пациент должен быть свободен, принимая решения. Он должен быть хорошо информирован. И очень важно, и опять-таки правоприменительная практика показала, что судьи обращают на это внимание, не должны быть обусловлены ненадлежащим оказанием медицинской помощи. То есть если пациент находится на лечении, например, вот есть такие опять-таки случаи, кейсы, которые можно привести, когда пациент после операции, он считает, что нет надлежащего ухода, нет надлежащей реабилитации этого пациента, и в силу этого он в конце концов отказывается от медицинского лечения в данной организации, выписывается с информированным отказом, потом переводится в другую организацию, там этот пациент погибает. Но именно отказ был связан с тем, что не оказывалась ему надлежащая медицинская помощь, то здесь, конечно, нельзя говорить о том, что это был информированный отказ, который снимает ответственность медицинских работников. На этом я хотела бы закончить все у того, что мой регламент уже истек. Если есть вопросы, я готова на эти вопросы ответить. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...